Всем привет! Сегодня я хочу продолжить разговор про эго, поэтому прежде чем дальше говорить, я настоятельно рекомендую вот это видео посмотреть. Мы выяснили, что эго очень коварная штука, и люди, которые первый раз слышат о нем, у них складывается впечатление, что они раз, вот и все поняли. А, это эго, они начинают наблюдать, и в других людях, ну, действительно, эго очень хорошо видно, но очень сложно увидеть его в себе. Поэтому нужно очень четко для себя понять, что эго контролировать невозможно. Ты не можешь контролировать, ну, свою личность, так как ты не можешь постоянно контролировать свою одежду. Да, ты можешь помнить, да, я одет сейчас там, вот в эту рубашку, но если она там замаралась где-то, рубашка, и ты где-то не заметил, то ты можешь этого не видеть. Ты видишь ту одежду, которая на тебе одета. А вот увидеть свое эго – это непросто. Эго – это твоя невидимая одежда. Человек не только не видит эту одежду и не осознает, он даже не помнит, когда он эту одежду, ну, на себя одел. И, как правило, формирование вот этого вот, ну, эго, вот этой личности, оно происходит неосознанно, спонтанно. То есть там кусочек взял у родителей, там немножко подглядел на улицы, тут где-то в школе, там в институте. И вот такое вот оккультуривание, так называемое, человека, оно, в конце концов, и рождает то, что называется личностью или эго. Но весь этот процесс, он неосознанный. Очень мало людей, ну, кто вообще задумывается о том, а какая вот она у меня личность. И ты не можешь постоянно о ней помнить. Так вот, эго – это точно такая же одежда. Одежда для того социума, в которой ты входишь. Ну, допустим, врач идет на работу, он одевает белый халат. Ты идешь там в общество, ты надеваешь пиджак или на работу. Здесь то же самое. То есть задача основная у эго – это защитная оболочка между внешней средой и тобой. Абсолютно та же функция, какая у нас у одежды. Изначальная, самое главное. То есть мы одеваем одежду для того, чтобы, ну, там зимой выйти на улицу, потому что там холодно. Так вот здесь то же самое. Есть некий ты внутренний, твое сознание, которое, ну, должно быть в покое, в комфорте. И задача как раз эго – это, ну, вот создавать вот этот комфорт, смягчать вот эти удары внешней среды о тебя, о твое сознание. Если бы эго не было, ну, тогда бы люди достаточно быстро впадали бы просто в травму за счет, ну, внешних ударов от жизни. А так наше эго нам объясняет – нет, это как бы не ты плохой, это вот, ну, вот такой-то мир. Так вот та концепция саморазвития, которая говорит о том, что, ну, нужно отказываться от эго – это такая идеалистическая модель, ну, которая рассказывает о неком сверхсуществе, которая может выйти вот в мир, и любые биения извне, они будут, ну, для этого сверхсущества невосприимчивы. Ну, это точно так же, как вот тебе, как социальному существу сейчас взять и выйти на улицу голым. Ну, вот можешь ты голым выйти на улицу и игнорировать все там, ну, какие-то посторонние взгляды или даже крики, или реакции других людей. Так вот, с личностью то же самое. Но человек может абсолютно спокойно быть голым где-то на природе, да, где-то, ну, в каких-то идеальных условиях, где, ну, такие же люди, там, на нудистском пляже или где-нибудь там в лесу, где тебя только видят животные. Вот здесь, ну, как бы ситуация то же самое. И нужно понять, что вот это вот эго, ну, по сути, это и есть ты, потому что ты не контролируешь вот ту одежду, которую, ну, одеваешь. То есть ты ее контролируешь весьма условно. Можно сказать, ну, вот, как некий такой дикарь, которого вот как-то одели, да, там, когда-то. И вот он так и ходит, в одной майке, там, скажем, или фуфайке. Так вот, ну, человек, в общем, похож, на самом деле, на такого дикаря. Он не воспринимает вот эту одежду. Но он очень хорошо может видеть одежды других людей. Так вот, когда мы говорим о каком-то саморазвитии, мы говорим именно о том, чтобы увидеть вот эту свою одежду, увидеть какой ты. И в этом смысле, ну, работа с психотерапевтом, она не всегда идет в плюс. Почему? Потому что, ну, вот если мы говорим о саморазвитии, потому что сама задача психологии, она изначально стоит в адаптации человеческого эго к социуму. То есть сама психология, как наука, она задумывалась для адаптации трудящихся к трудовому коллективу. То есть там нету задач самопознания или саморазвития. Поэтому, когда человек приходит к терапевту, ну, за терапией, терапевт от него требует запрос на терапию. Вот человек, который не задумывается о том, что причина может скрываться в каком-то неосознанном поведении его самого, он выставляет с тем другие задачи. То есть терапевт о какой-либо ситуации он может судить только из рассказа клиента. И обычно, когда клиент приходит, он вот этот рассказ говорит с позиции своего эго. Ага, тот-то вот так-то сделал, вот то-то, вот то-то, вот то-то. И терапевт неопытный, молодой специалист, он часто не понимает вот эту вещь, и он просто своему клиенту верит на слово. Вот, но, к сожалению, ну, так делать нельзя. Потому что очень частые ошибки именно не в понимании, вот как раз, ну, вот в биении личности. И здесь как раз вот и нужны правильные вопросы. Нужно правильные вопросы задавать клиенту для того, чтобы он вышел и, ну, увидел, ну, самого себя. Поэтому я вам, ну, советую, никогда не выбирайте терапевта, который моложе вас. Ну, просто сами подумайте, как в любой деятельности. Вы выбираете человека с опытом. Но если у человека нету опыта, ну, семейной жизни, нету опыта, ну, там, детей, нету детей, там, разного возраста. Очень большая разница, когда у тебя грудные дети или дети, которые уже, там, закончили институт. Это абсолютно, ну, разные люди. И, ну, молодой специалист, он, как бы, не поймет вас. Он мыслит, как бы, своими категориями, вне зависимости, ну, от того, сколько у него, там, разных терапевтических регалий. Да, кто-то просто может думать на эту тему лучше, кто-то хуже. Но все равно человек в 30 лет и в 45 лет один и тот же специалист, он будет давать разные советы. Вот это нужно, ну, четко для себя понять. Поэтому идите к людям опытным. Сейчас, почему идет волна большая разводов? Потому что, ну, это вот психология, ну, сейчас некий бум психологический. И молодые люди идут по семейным отношениям советоваться именно к молодым людям. И часто вот эти вот молоденькие девочки, которые ведут приемы, ну, у них, у самих нету семей. Более того, сейчас вот в этой психологической среде очень, ну, большие проблемы с семейными отношениями. Люди не могут ужиться друг с другом. Почему? В этом смысле психология, она является очень мощным усилителем эго человека. Ну, просто задача у психологии, как у науки, она изначально такая оставилась. Адаптация личности человека, ну, к социуму. Вот. И эта задача, ну, она, можно сказать, идет в разрез, ну, саморазвитием. И когда ты приходишь к человеку и жалуешься на своего партнера, ну, излагая, ну, свою картину мира, ну, естественно, терапевт тебе может давать советы только исходя из тех данных, ну, которые клиент ему предоставляет. Вот. Но если мы начинаем копаться глубже, если мы погружаемся в суть проблемы, а здесь уже необходимы именно трансовые техники, ну, сеансы гипноза, можно сказать, такие как минимум легкие, для того, чтобы выйти на истинные причины. Ну, вот, например, из недавнего женщина приходит и говорит, что, вот, я там поругалась с своим мужчиной, там, не разговаривал со мной один день. Потом я подошла к нему мириться, он собрал вещи и уехал. Я говорю, ну, странно, да, выглядит. Ну, вот. Очень много терапевтов бы, ну, сказали, ну, какой-то странный мужик, ну, вот зачем он тебе, как бы, такое нужен. Ну, вот, ну, когда мы начали разбираться, начали вспоминать ситуацию и с того, как она подошла мириться. То есть, ну, нормально подошла, говорит, хорошо вспомнила там это. Но когда мы погружаемся глубже, вспоминаем слово в слово, получается, что она подошла мириться к мужчине с фразой, ну, и долго ты еще будешь выебываться. Ну, и дальше все шло, как бы, в таком же ключе. Вот. Здесь уже, ну, становится, как бы, понятно, что неадекватность-то, скорее всего, идет от клиентки. Вот. Но, как правило, запрос-то на терапию у человека идет совсем другой. Человек после вот таких вот биений, нужно сказать, со своей совестью, он приходит к терапевту за ресурсом. И терапевт, ну, этот ресурс должен дать клиенту. Но он должен дать по-хорошему только в той мере, чтобы клиенту хватило этого ресурса для осознания своих проблем. Но терапевтам гораздо проще сейчас просто давать ресурс клиенту и все. То есть, он сочувствует клиенту, он его поддерживает. Он говорит, да-да-да-да-да, да, ты права, ты молодец, ну, вот делает так. Да, он дурак. То есть, клиентка получает ресурс, она усиливает свое эго, приходит домой, видит, что, как бы, этот дурак, он продолжает, как бы, свою дурнину дальше делать. Ну, и, соответственно, принимает решение, что нужно разводиться. И вина об этом как раз лежит на терапевте. Сам терапевт, он, зная все вот эти техники, видя вот эти манипуляционные вещи, он, тем самым, тоже очень сильно усиливает свое эго. И если вы посмотрите, ну, внимательно, то большинство психотерапевтов, они не замужем, не женаты. Вот, и очень многие, ну, как бы, даже никогда и не были в этом. То есть, если, ну, человек прожил там в браке, да, хотя бы там, ну, несколько лет, у него есть хоть какой-то опыт. Но если человек сразу пошел вот в психотерапию, ну, как правило, это люди, ну, как бы, в семейных отношениях-то несчастны. И мне рассказывали, что на одном из курсов, из первой лекции, обучение психотерапии в Московском институте одном из, сразу профессор на лекции говорит, будьте готовы, что вы будете помогать людям, вы будете спасать, но в вашей жизни все будет хреново. У меня сразу вопрос, зачем нужна такая наука? Ведь задача-то как раз сделать, ну, счастливым, прежде всего, себя и всех остальных. А зачем такой выбор? Это же сразу говорит о том, ну, что изначально, ну, чему-то не тому, вот здесь учат. Об этом нужно задуматься. И здесь, ну, вот, нужно просто смотреть на наличие опыта. Был в браке, не был, сколько прожил, сколько там детей, как дети выглядят. Вот раньше в славянских обществах высокие должности, высокие посты руководящие не давали людям, которые не вырастили своих детей, нету вот опыта, нету. И, то есть, и эти же люди, они не считались мудрыми. То есть, ну, действительно, не может человек вот этому научить. Поэтому, прежде всего, ну, смотрите, как человек, ну, как бы, жив, какой у него опыт. И здесь, если у человека там несколько разводов, семейных отношений, там, какие-то интриги, я даже не сказал бы, что это плохо. Это гораздо, гораздо лучше, чем человек, который в этих отношениях не был. У него есть опыт, пускай и негативный. Вот. Но он может, исходя из этого, ну, он может понимать эту вещь. А когда человек в этом не был, ну, нет. Дальше. Если есть там отношения, смотрим, как выглядит муж этого психотерапевта. Или вот сейчас куча разных блогерш. Вот она такая умная, она такая успешная. Смотришь на ее мужчину, а он, ну, мальчик молодой, да. Или там такой дяденька, ну, вот он фотографируется всегда в одной позе. Вот такой вот. Ну, явно затюканный, какой-то, ну, непонятный экземпляр. Вот. И прочие-прочие вещи. То есть, вы поймите, выбор психотерапевта – это очень-очень важная вещь. Вы несете этому человеку самое дорогое, что у вас есть. Это свою психику. По сути, себя вы несете. Поэтому, когда вы игнорируете эти вещи, вы делаете очень-очень большую ошибку. Поэтому, краткая резюбе. Мы помним постоянно о иллюзии контроля своего эго. Что эго – это и есть ты. Ты сросся вот с этой рубашкой. Ты не можешь понять, какой ты без нее. Ты не можешь без вот этих вот личностных решений, личностных отношений. Вот. На сегодня у меня все. Всем пока.